Добрый вечер, коллеги. Уже вечер, потому что конференция совсем подходит к концу. Я постараюсь быстро изложить свой материал. И начну с того, что колоректальный рак – это особый вид рака, и уникальность этой метастатической патологии с биологической точки зрения заключается в том, что метастазы в печени или и в лёгких могут быть единственным проявлением болезни. А из этого значит, что локальное лечение может привести к тому, чтобы вылечить больных. На самом деле в онкологии примеров таких практически нет. Это особый вариант. И второе – поражение печени сохраняется или лёгкие, сохраняется течение длительного времени только в пределах этих органов. Это значит, что, опять же, повторное локальное лечение, такие как хирургия, радиочастотная абляция и стереотоксическая лучевая терапия по-прежнему очень важны для этих пациентов. И необходимо как можно активнее, чаще применять эти методы, и это позволяет вылечить дополнительное количество больных, даже если это проводится второй или третий раз. Есть ещё особенность у колертального рака. Дело в том, что поражение только печени или лёгких наблюдается у 40-45% больных, и проведение интенсивной химиотерапии возможно у, по крайней мере, 50% из них. Ну и самое главное особенность заключается в том, что химиотерапия, в частности, четырёхкомпонентные схемы химиотерапии, позволяют достичь объективных регрессий у 80% пациентов. Системная химиотерапия. Ну, что, несмотря на то, что я химиотерапевт, я с большим приитетом отношусь к хирургам, и хочу вам сказать, что каждый раз, когда мы обсуждаем пациентов, у которых есть поражение только печени или есть поражение только лёгких, или их сочетания, обязательно собирается у нас мультидисциплинарная команда, которая включает, кроме химиотерапевта, включает обязательно печёночного хирурга, если нужно, то таракального хирурга, лучевого терапевта и специалиста по лучевой диагностике. Это основные специалисты, которые должны участвовать в решении того, как лечить больного в выработке тактики и стратегии лечения. С точки зрения, как мы лечим рактолуцкишки, вы хорошо знаете. Есть группа пациентов, это предыдущие рекомендации ЭСМО, в частности, они были изложены в версии русско, я вам их привожу. И вы знаете, что есть группа пациентов, которые сразу резектабельно имеют метастазы в печени или в лёгких. Есть первая группа, это нулевая группа, есть первая группа, у которых потенциально резектабельные метастазы в лёгких. И на самом деле, есть нерезектабельные метастазы, быстрое прогрессирование, но в целом я вам хочу сказать, что в основном я хотел поговорить о, в данном случае представить данные о том, как лечить наиболее интересную, а именно первую группу больных, потому что именно у этих больных можно достичь излечения. Из современных рекомендаций и ЭСМО, и НССН, главное, что нужно знать сегодня о химиотерапии, о том, что вся современная химиотерапия строится на том, что мы должны обязательно знать, раз статус опухоли, мутированные, не мутированные, и мы должны обязательно учитывать его в том, чтобы назначать химиотерапию. Учёт этого фактора заключается в том, что всем больным, по крайней мере, у которых нет мутации, раз, как правило, рассматривается назначение анти-ДЖФР препаратов, у тех, у которых есть мутация, анти-ВИДЖФ, но в любом случае, если вы посмотрите на схемы лечения, которые здесь представлены, все они включают обязательно применение антител вместе, по крайней мере, с двухкомпонентной химиотерапией. Ну вот главные данные по поводу того никак не меняются, до сих пор одна из очень важных публикаций, которая вышла не так некоторое время назад уже, но самое главное, что пациентам, у которых применяется одновременно с химиотерапией и локальной лечением, они существенно выигрывают от того, что применяется именно комбинированный подход, и хирургия играет крайне, и другие локальные методы лечения играют крайне важные значения для лечения этих пациентов. Обратите внимание на пятилетнюю выживаемость, она отличалась, увеличена была с 20 до 55%. Ну и на сегодняшний день у нас есть разные исследования, их достаточно много. К сожалению, для пациентов, у которых метастазы ограничены только печенью, их достаточно мало. К сожалению, эти исследования начинались достаточно давно, они не учитывали те факторы, которые на сегодняшний день необходимо учитывать, в частности, когда-то не учитывали РАД-статус, потом не учитывали, он был, или был только второй экзон изучался, потом появились новые данные о том, что надо учитывать полностью, чтобы это были и редкие мутации, РАД-статус, также они не учитывались, допустим, последний фактор, который на сегодняшний день мы будем рассматривать, на котором я хотел бы сосредоточиться и постоянно дать какое-то заключение по этому поводу, а именно, как лечить больных в зависимости от того, какая у них первичная локализация опхоли. Ну вот, те данные, которые представлены на этом слайде, это первые данные о том, что у больных, у которых РАД-дикий тип, необходимо добавлять антитела, это исследование Кристалл, которое достаточно старое, но тем не менее, обратите внимание, что в данном случае при добавлении антитела существенно увеличивается частота объективных эффектов, она напрямую связана с тем, как часто можно сделать Р0-резекцию печени, в частности, ну а также увеличивается время беспрогрессирования и общая выживаемость. Дело в том, что на сегодняшний день, поскольку, как я уже сказал, достаточно мало исследований, необходимо некоторые данные приходится экстраполировать и, допустим, решать, какое лечение назначить, не имея прямых исследований, в том числе с определенным статистическим значением, которые доказывают конкретную, имеют конкретное доказательство о определенной категории больных, то приходится очень много данных экстраполировать с точки зрения системной химиотерапии и, в частности, какое время беспрогрессирования и общие выживаемости. На этом еще остановимся. Вот еще одни данные по поводу того, что цитуксимаб обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с биоцубабом. Дело в том, что за три последних года вышло два рандомизированных исследования, третьи фазы, которые напрямую сравнили антивИДЖФ, антиИДЖФР, антитела. И мы ожидали от них, я скажу, я ожидал немного больше, но тем не менее у нас достаточно данных о том, чтобы говорить, что антиИДЖФР, что при том, что если нет мутации раз, применение антивИДЖФР препаратов эффективно дает существенное преимущество. Но, в частности, если взять исследование FIRE3, дизайн вот здесь представлен, было показано, что частота объективных эффектов возрастала с 56 до 72 процентов и также увеличивалась общая выживаемость пациентов. И еще одно исследование третьей фазы, которое мы тоже долго ждали, CLGB. В этом исследовании было показано, что частота объективных эффектов, в данном случае, если использовался сетоксимаб вместо бевоцузмаб у этой категории пациентов, на 15 процентов увеличивает частота объективных эффектов. Таким образом, объективные эффекты крайне важный фактор, и он напрямую, повторюсь, связан с частотой R0-изекции. И недавно совсем вышел, чуть меньше года назад, вышел обзор или метаанализ, простите, метаанализ большого количества исследований, где было показано, что, допустим, добавление антител к химиотерапии увеличивает частоту объективных эффектов. Теперь разрешите перейти к тому, что я хотел бы вам сегодня представить, и на чем сегодня все сконцентрированы, о том, чтобы пересчитать данные клинических исследований с точки зрения первичной локализации опухоли. Вы уже, естественно, об этом знаете, потому что идет дискуссия в течение уже двух лет после появления первых данных, но тем не менее, мне хотелось бы представить вам, надеюсь, что последние данные по этому поводу. Вот обратите внимание в исследовании Fire 3, который я вам только что представлял с точки зрения общей выживаемости объективных эффектов, обратите внимание на разницу в эффективности. Оказалось, что если это правая половина толстой кишки, то разница в частоте объективных эффектов не отличалась, а преимущество имелось только, если опухоль имеется в левой половине толстой кишки. И, кстати, я могу сразу сказать, что вот появившиеся данные по поводу лево-право, они существенным образом заставили присмотреть все наши представления предыдущие, что нам нужно было делать, и, может быть, даже как-то спутали карты. Но, тем не менее, мы двигаемся дальше, и я покажу еще в конце, что нам предстоит сделать для того, чтобы все-таки не опираться на эти понятия, а на более точные параметры опираться для того, чтобы выбрать правильную схему химиотерапии. Если мы посмотрим на время без прогрессирования и общую выживаемость, то также важные факторы для того, чтобы экстраполировать их на выбор правильной линии лечения, то окажется, что при графике при правой половине толстой кишки, окажется, что данные ничем не отличались, использовался ли бивоцезумап или цитуксимап в добавлении к химиотерапии. Если же использовалось... И то же самое были данные по поводу общей выживаемости пациентов, ничем не отличались, любое антителе при правой половине толстой кишки работало одинаково. Если же взять левую половину толстой кишки, то, несмотря на то, что время без прогрессирования не изменялось, тем не менее, общая выживаемость для этих больных была существенно отличалась в пользу цитуксимаба. Вот одно из исследований, я их не так много сегодня покажу, но вот одно из исследований, Трайб, которое было сконцентрировано на том, чтобы изучить эффективность тройных, четырех компонентных или схемы химиотерапии из четырех препаратов, в частности, сравнился фолферис бивоцезумам и фолфоксирис бивоцезумам. Дело в том, что, повторюсь, нам необходимо обязательно, я думаю, хирурги согласят достичь обязательно очень хорошего эффекта. Если мы его достигнем, значит, возможности у хирурга будет больше. Таким образом, обратить внимание с точки левой и правой половины толстой кишки, оказывается, что если мы проводим четырехкомпонентную химиотерапию, то и при левой, и при правой половине кишки есть выигрыш в пользу четырехкомпонентной химиотерапии. Ну и вот самые последние данные, которые были только что представлены на АСКО, конференции АСКО, я хотел бы обратить внимание здесь на несколько вещей. Ну, во-первых, вне зависимости от исследования, чарта подразумевала две схемы химиотерапии. Одна с фолфокс бивоцезумам и вторая трехкомпонентная химиотерапия плюс бивоцезумам, то есть четыре препарата. Обратите внимание, что эффективность в той группе ЭСМА, которую я вам говорил, была существенно выше, это потенциально резиктабельные метастазы. И это единственный такой анализ, который был сделан именно для потенциально резиктабельных метастазов. Также эффективность была выше, вне зависимости того, какой статус рас при добавлении бивоцезумаба на 10% при мутантном варианте и при диком типе было на 11% выше, что существенно по-прежнему. И если мы поспорим на локализацию, то в данном исследовании получилось, что вне зависимости от локализации, опять же, при добавлении Ирины Текана четвертого компонента, третьего цитостатика, эффективность существенно увеличилась. Я этот слайд привел только потому, что хотел обратить внимание на тот факт, что мы в действительности двигаемся вперед, и при правильной комбинации химиотерапии и операции, в том числе дополнительных методов и развития хирургических технологий и дополнительных технологий, в частности, допустим, стереотоксической лучевой терапии, в последние чарты обратить внимание, какие были получены данные по медиане общей выживаемости. В настоящем случае, если мы обычно говорим, вот 30-36 месяцев, в данном случае данные были удивительно хорошими. Переходя несколько к другой теме, как химиотерапевт, и призывая по-прежнему очень активно работать к хирургам, я хотел бы обратить внимание химиотерапевтов о том, когда лучше всего, оптимально всего проводить операции, для того чтобы, если нет возможности сразу обсудить с хирургом план лечения, хотя нужно знать, когда необходимо направить хирургу для обсуждения операции. Чем меньше выживаемость, чем продолжительные химиотерапии, чем больше число линий химиотерапии, тем меньше выживаемость после резекции. Эти данные хорошо известны, но тем не менее, хотел, чтобы обратили внимание на графики. Здесь лучше выживаемость, если было до 6 циклов химиотерапии, а здесь лучше была выживаемость, если операция проводилась на первой линии лечения. Ну и длительность послеоперационной химиотерапии с точки зрения послеоперационных осложнений. Если мы проводим 6 курсов, а точнее больше 10 курсов до начала операции, то существенно повышается частота послеоперационных осложнений. Пожалуйста, начинайте работать с хирургом с самого начала для этих пациентов. Ну и этот слайд достаточно старый, но тем не менее, я его хотел показать, потому что ситуация в Российской Федерации в частности не изменилась до сегодняшнего дня. И этот слайд касается хирургической активности в разных больницах в Великобритании. И обратить внимание, что это одна страна, только разные больницы. И оказалось, что у них разница в хирургической активности отличалась в тысячу раз. Таким образом, это для нас очень характерно, потому что мне приходится иногда ездить с лекциями в разных лечебных учреждениях, и большинство химиотерапевтов, и большинство больниц и диспансеров не имеют возможности направлять больных к печеночному хирургу для обсуждения плана лечения и, в принципе, для того, чтобы была выполнена операция. Таким образом, мы по-прежнему находимся в этой стадии, я больше чем уверен, хотя это и не наши данные. В мире с момента этих данных все существенно изменилось. У нас все осталось так же, как и на этом слайде. Есть еще один новый аспект, который я хотел бы вам представить. Самые последние данные. Это касается так называемого CMS. Это консенсусный молекулярный подтип рака толстой кишки. У нас уже есть молекулярные подтипы, допустим, при раке молочной железы, которые мы активно используем, но при раке толстой кишки мы пока это не используем. Это было связано с тем, что когда появился этот молекулярный подтип, они были основаны только, они были сделаны не для того, чтобы мы их применили в клинической практике, они были связаны с прогнозом, ассоциированы с чем-то еще, они были сделаны для того, чтобы с точки зрения генетика разделить эти опухоли между собой. Тем не менее, обратить внимание, это совсем последние данные, опять же, САСКО 2017 года, о том, что и результаты CLGB, если используются при четвертом типе, мезонхиомальном типе, оказывается, что применение, допустим, фолферицитоксимбам существенно лучше, чем если используется фолфери белоцизумаб с точки зрения времени без прогрессирования и общей выживаемости. И те же самые данные по поводу исследования, при анализе, поданализе данных FIRE3 было показано, что при назначении, в данном случае при первом типе и при втором типе, точнее, извините, при первом типе, при назначении белоцизумаба данные существенно лучше, а при втором типе назначение цитоксимаба улучшает результаты лечения. Но пока мы эти данные не можем применять. Ну вот так на сегодняшний день выглядят молекулярные ипотипы. Я хотел бы сказать, что с моей точки зрения у нас появляются все новые данные, мы заново пересматриваем то, что у нас на сегодняшний день было уже сделано, делаем какие-то новые выводы. Но я очень надеюсь, вот когда мы сможем, когда здесь появится намного больше маркеров и когда мы действительно сможем делать индивидуальный профиль опухоли, в том числе именно предъективный профиль опухоли для того, чтобы назначать наиболее эффективное лечение, тогда мы сможем более-менее правильно планировать химиотерапию. На сегодняшний день мы далеки от совершенства. Ну и разрешите вам сделать вот свои выводы по поводу того, как же на сегодняшний день нужно лечить рак толстой кишки с точки зрения назначения конверсионной химиотерапии и учитывая два фактора, не только рас, статус, дикий тип или мутантный тип, а также локализацию первичной опухоли. При диком типе рас, при левой половине, при локализации первичной опухоли левой половине толстой кишки, назначение фалферисцитуксимабом, оптимальное назначение и эти рекомендации основываются на данных, которые получены в исследовании CLGB и FIRE3, я вам их смог показать. Я в скобочах, вторая опция, это назначение четырехкомпонентной химиотерапии, вы должны об этом знать, иногда следует этим пользоваться. Тем не менее, это пока что опция первая, на первом месте стандартная химиотерапия, дуплет химиотерапевтический плюс сатуксимаб. При правой половине есть данные Оливии о том, что единственное исследование, которое было именно проведено у пациентов с локализацией метастазов только в печени, и в данном случае при правой половине преимущество имеет назначение трехкомпонентной химиотерапии, фалфоксири, с биоцезумабом. Но также при правой половине, если это дикий тип, могут использоваться по-прежнему двухкомпонентные химиотерапии с анти- и GFR препаратами. При диком типе на сегодняшний день в разнице между тем правая или левая половина на сегодняшний день нет, и фалфоксири с биоцезумабом, поскольку является преимущественным назначением, и это основано в частности на данных трех исследований, трая, полевия и чарта. Но также могут применяться двухкомпонентные химиотерапии с биоцезумабом, потому что пока что даже результаты четырехкомпонентной химиотерапии, которые стоят в первой опции, они далеки от совершенства. Спасибо вам большое за внимание, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Какие есть вопросы? Кокладчику. Нет вопросов. Спасибо, Андрей Альберевич, за свою исчерпывающую лекцию.